Приветствую вас. Мы сейчас будем разбирать вопрос, который я не буду перечитывать, не буду его читать, но я буду его как бы комментировать. То есть я начну читать и буду давать какие-то комментарии, поэтому текст вопроса в данном случае будет сохранен, но при этом я просто не буду его читать полностью, как это обычно делаю. Почему я так решил поступить? Мне кажется, это связано с тем, что в вопросе в тексте, вопросов достаточно много. Вопросов, если я их буду перечитывать, если я их буду читать, а потом перечитывать, то на мой взгляд получится такая ситуация, что они просто-напросто могут раствориться. Чего бы мне не хотелось, потому что вопросы задаются достаточно важные. Но, прежде чем мы начнем, я хотел бы особо обратиться к автору вопроса и сказать, что... И сами вопросы, которые человек задает, которые вы задаете автор. И сами вопросы. И характер вопросов. И даже наличие дополнений к вопросу. Говорит о том, что вам требуется диалоговая форма помощи. Иными словами, психотерапия. Вот. Или консультация. Или консультация психологическая. Вот. Поэтому, мне кажется, что вам желательно выбрать эксперта, которому вы доверите, которому вы поверите. Вот. И, соответственно, с ним проработаете те ваши проблемы, которые вас тревожат и беспокоят. Это самый лучший способ решения ваших трудностей. Потому что то, что мы делаем сейчас, то, что делаю я, то, что сделали и сделают мои коллеги, я бы сказал, что это больше все-таки очень общая позиция. Вот. Очень общая обратная связь, которая не возымеет никакого действия. Итак. Вы пишите. Я не первый раз ввелась на его манипуляции. Они все очень стандартные и похожи. Но здесь, значит, имеется в виду манипуляции мужчины. Вот. Вопрос задается женщине. Вот. Я решил эти моменты также на всякий случай уточнить. Стандартные и одинаковые, как вы говорите, похожи. Стандартные и похожи. На мой взгляд, здесь присутствует обесценивание. Потому что манипуляциям не нужно быть разным. И не нужно быть нестандартным. Если они работают. А манипуляции вот как-то в вашу сторону, да, манипуляции, они работают. К сожалению. Они работают. Эти манипуляции. Вот. Я отдаю себе отсчет в том, что вам может быть неприятно слышат то, что я говорю. Вот. Я прекрасно отдаю себе в этом отсчет. Но на мой взгляд, все-таки в данном случае, да и в любом случае, мне кажется, лучше быть предельно честным. Вот. Лучше быть предельно откровенным. Вот. Так можно, в принципе, рассчитывать на то, что и с тобой будут тоже откровенным. Хотя, конечно, это, ну, не всегда так, безусловно. Но, тем не менее, так есть надея. Поэтому, здесь мне кажется, что вы обесцениваете действия своего мужчину. Обесцениваете значимость для вас его манипуляции. То есть, вместо того, чтобы увидеть, ну, или вот постараться увидеть значимость их, я имею в виду манипуляции, для себя, вместо того, чтобы увидеть их значимость, вы вместо этого, как мне кажется, говорите о том, что они одинаковые. Ну, как бы это вы переключаете в данном случае конкретном свое внимание в себя на, как бы, человек. Вот. И, естественно, происходит то, что вы, вы тратите ресурсы, тратите свои силы, свою энергию на него. Вот. Ничего хорошего для вас здесь быть не может. Дальше. Часто я все переводила в шутку, все становилось нормально. Ну, здесь, значит, как бы, это, в принципе, хорошо, что вы переводили все в шутку и юмор часто используется, как элемент конструктивной коммуникации, конечно же. Но, на мой взгляд, важно, чтобы за этим что-то стояло. То есть, не просто юмор, да, к примеру. Не просто, вот, ну, придание непередности происходящему. Вот. Это здорово, что вы можете так. Но, помимо этого, еще, чтобы за этим все-таки что-то было еще. Вот. Ну, например, если мы говорим о том, что еще, то это может быть выражение, к примеру, вашего собственного отношения к тому, что происходит. Вот. Это донесение вот своей позиции, своего отношения к тому, что, опять же, ну, происходит. Если вы этого не делаете, а ограничиваетесь только лишь юмором, вот, то, собственно, ситуация никак и не развивается. Дальше. К большому моему сожалению. Вот. С другой стороны, интересен и ваш некоторый, так скажем, субъективный подход в данном случае. Интересно то, почему вы реагируете на это с юмором. То есть, делаете ли вы это от, допустим, природного, ну, чувства юмора, к примеру, своего. Или делаете вы это по какой-то другой причине. Вот. Но чаще всего позиция юмора говорит о страхе. Да. Конечно, я имею в виду ситуации, скажем так, непростые. Ситуации, скажем так, конфликтные, конфликтные, я имею в виду, да. А нигде просто человек хочет пошутить. Но тут все-таки я бы обратил внимание на субъективную сторону вашего юмора. Дальше. Как только я себя проявляю, не так, как ему нравится, например, высказываю недовольство, начинается конфликт. Ну, обратите, пожалуйста, свое внимание в данном случае на то, что конфликта бы не было, если бы вы в нем не участвовали. То есть, очень важно понимать, что конфликт происходит только тогда, когда в нем участвует несколько человек. То есть, иными словами, вы тоже участвуете в конфликте. Если бы вы сами в конфликте не участвовали бы, то никаких трудностей бы не возникло. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам необходимо увидеть свою роль в конфликте, который происходит. Потому что сейчас вы говорите, по сути, то, что вот ему не нравится, когда я начинаю себя проявлять и высказывать недовольство, и происходит конфликт. Но в конфликте участвуете и вы тоже. И это нужно учитывать обязательно. Если бы вы в конфликте не участвовали, конфликта бы не было. Без двоих людей невозможно. Вот. Поэтому это мне бы хотелось, чтобы вы учитывали. Обязательно. Дальше. Как вы выражаете свое недовольство? Как вы выражаете то, что вам что-то не нравится? Какие вы используете для этого слова? Вот. То есть необходимо учиться конструктивной коммуникации. И вот эта конструктивная коммуникация в какой-то степени то, чему вы можете научиться только вместе со психологом. Вы не сможете этому научиться самостоятельно. Потому что сами-сами вы будете сосказывать в, так скажем, привычную для себя модель поведения. Этот спектакль чисто для меня показывает, как он рассержен и зол агрессирует на меня, накручивает сам себя в своей голове. Помогает? Так и в этих моментах только юмор и мой смех. Ну, если мы говорим про спектакль, то спектаклю всегда нужны и зрители, аудитории. Если вы даже демонстрируя внешне равнодушие, все-таки являетесь зрителем, то почему бы для вас не устроить этот самый спектакль? Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, важен именно такой момент, что вот вы вроде бы говорите, что это спектакль. Вроде бы. Вроде бы вы говорите, что ну, что вы понимаете все, что это не просто спектакль. Но, извините, спектакль устраивается для вас. Может быть ради вашего смеха или юмора. Я не воспринимаю всерьез этим манипуляциям. Ну, вы, мне кажется, избегаете признать, что они для вас что-то значат, потому что иначе бы спектакль не устраивает. А раз спектакль устраивается, значит все-таки ситуация здесь такова, что он так, как мужчине нужно, вы реагируете. Например, демонстрируете ему, что его действия, вот, вообще-то, ну, не так, чтобы важны, вот, к примеру. Ну, вот такой, как вариант, я бы сказал, ну, вот в данном конкретном случае, конечно же. Понимаете? Да? О чем идет речь? Поэтому здесь, на мой взгляд, крайне, крайне важно, на это обратить ваше внимание. Если, там и что если, вот, то, что вам нужно понять, что если спектакль устраивается, значит вы позитивно подкрепляете то, что мужчина от вас хочет. Даже если вы убеждаете себя в том, что на самом деле это не так. вот, к сожалению, к моему большому сожалению, это именно так и работает. вот, поэтому давайте постараемся перестать себя обманывать. Давайте постараемся, ну, как можно более честно на ситуацию посмотреть и признаться себе в том, что происходит. Мне кажется, это в какой-то степени для вас в данном случае самый лучший вариант, который может быть. Так, его агрессии не боюсь, так как занимаюсь боевыми искусствами, могу контролировать себя и свои силы, могу дать отпор, только он об этом не знает, он думает, я мягко-нежнее, возможно пытается поднять под себя. Ну, тут у меня вопрос, пожалуй, только к вам, что как-то вот вы его не боитесь, как-то вы говорите, что можете дать опор. Вот, но как-то получается таким образом, что для вас вообще-то приемлемо находиться в отношениях, где нужно давать отпор получать. И волей-неволей хочется вас спросить, ну, хорошо, опор вы дать можете, супер, но таких ли отношений вы хотите, например? А если нет, если вы не таких отношений хотите, а мужчина ведёт себя так, что делать дальше? Поменять человека нельзя, извините, своё поведение, конечно же можно, но для этого как-то нужно всё-таки заниматься, наверное, собой, заниматься собственной психотерапией, вот. А не в данном случае тем, что делаете вы. Да? Потому что, ну, вас не приближает, как мне кажется, к решению проблем то, что вы делаете сейчас и то, что делаем мы. Дальше. Он, так, либо ему просто по приколу, так собоюзнет, это демонстративное поведение. Отыгрывается за негативные отношения в прошлом, где его бросило. Может быть отыгрывается за прошлые отношения, это правда, но важно здесь немножко другое. То, что человек отыгрывается за ваш счёт, а не сам признаёт проблемы и не идёт к психотерапевту, к психологу, а зачем, если вот есть вы, на который можно, собственно говоря, отыграться. Да? Вот. Ну, тут, как бы, тоже такой вопрос. Ну, целесообразно, что, так скажем. То есть, зачем, вот, зачем и для чего самому решать проблемы, когда есть вы, вот. А у него есть вы, вот. И он проблемы не решает. Именно поэтому, потому что есть вы. Потому что есть вы, которые, вот, смеются и, там, ну, грубо говоря, не относятся, вот, ну, всерьёз к тому, что происходит. Вот. А, ну, к сожалению. Понимаете, да? О чём идёт речь в данном случае. Вот. Эээ, дальше. Дальше. Значит, эээ, так. Я чувствую, что всё это не конец. Его поведение даёт понять, что он не сжигает настой. Нет, ну, эээ, совершенно. Точно, точно, что это не конец. Ээ, вот. Совершенно точно, что, человек, эээ, ну, действительно, скорее всего, ээээ, как-то вот, ээээ, может сжигать, эээээ, не до конца мосты. мосты, вот, совершенно очевидно это, потому что он вас сам, грубо говоря, нуждается, он вас нуждается и он как бы вот подчинить вас себе хочет, именно подчинить вас себе хочет, а потерять вас нет. Полка со своими личными границами человек хочет, а терять вас нет. Вот, это все-таки немножко разные вещи, ну это разные направления в, ну словно говоря, вот, в деятельности, да, разные, как бы, приоритеты в данном случае, вот, и, соответственно, один с другим, да, приоритет, на мой взгляд, путать не лучше идеи. Другой вопрос, интересное, что вы сами-сами заговорили о том, что он не сжигает нас, и как будто бы вы можете бояться, того, что он вот все-таки захочет нас сжечь, и как будто бы вы можете бояться того, что он вас, вот, ну, захочет там, к примеру, не знаю, бросить, вот, и, или, ну, или как-то, или как-то что-то еще, вот. То есть это вот, а больше в данном случае интересно именно, вот, в контексте того, какое значение для вас это имеет, вот. то, что, вот, ну, могут быть, может быть возможность того, что он действительно захочет, ну, нас сжечь, например, например. Вот. То есть опять же, опять же, обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь вы говорите, именно про него, а не про себя, что это вот все, это про него, а не про вас. То есть как-то вот вы к себе-то самой относитесь, на мой взгляд, ну, несколько пренебрежительно, что ли. Вот в чем в данном случае проблема. Далее. Значит, хочу понять, что делать при манипуляции. Лучший способ против манипуляций – это быть собой. Вот. Просто быть собой. Манипуляции набрали на пол, чтобы человек не был с собой. И если вы не знаете, как это – быть собой, то психологи вам как раз-таки могут в этом помочь. Дальше. Дальше. Вот он сказал, я добавлю в черный список и не добавляю. Говорит, все, пока, больше общаться не будем. Как реагировать, что говорить? А что вы чувствуете в этот момент, когда он это говорит? Почему вы спрашиваете, как реагировать вам у нас? Но ведь реагировать нужно вам – это ваша жизнь. Никто ответственности брать за вашу реакцию не будет, потому что ответственность – это ваша и только ваша. Здесь вы перекладываете эту самую ответственность на нас за себя. Дальше. Я пока не реагирую, типа плевать. Это именно что типа. На самом деле не плевать. Хочет пусть кидать в честь, хочет нет – правильно ли это? Вот опять, вы пытаетесь на нас операться. Еще вопрос. Я понимаю, что в поведении метрических запрещений возможно так защищать себя. Чувствуется быть чувствуемым? Нет. Вы оправдываете в данном случае здесь тирана. Это треугольник Карпмана и, на мой взгляд, ну, проявление так называемого стокгольмского синдрома, когда жертва проникает симпатии к своему, так сказать, мучителю. Дальше. Вопрос в том, можно ли поменять это манипулятивное поведение. Можно, если вы поработаете над своим поведением. Струй здоровые отношения – да, если человек сам остановит проблему и начнет работать с психологом. Как не реагировать на манипуляции? Вот. До этого вы говорите, что вам все равно. А теперь вы говорите, а как не реагировать на манипуляции? Значит, вы как-то реагируете. Как? Это важный момент. Или это бесполезно? Некорректно поставленный вопрос. Как вести себя, если он объявится? А как вы хотите? После конфликта он показывает свою агрессию, говорит неприятные слова, чтобы меня задеть. Я не реагирую на них, так понимаю, что это эмоции, мне надо что-то на них ответить. Ну, для начала я бы сказал перестать рационализировать то, что с вами происходит. Я хочу для себя понять, нужно ли все это. Это правильно, но для этого нужно прислушиваться к тебе. Вы к себе не прислушивайтесь и к тебе, к сожалению, не внимательны. Я хочу здоровых, здоровые и адекватные отношения. Еще один довольно важный, на мой, по крайней мере, взгляд, момент, который связан с тем, что вы хотите именно отношений. То есть, обратите, пожалуйста, внимание. Я хочу отношений, говорите вы. Не, как бы, сделать, там, допустим, что-то для человека. А хочу отношений. Вот на этот, собственно. И играет в данном случае мужчина. Он знает, что вы хотите отношений. Он это, может быть, не знает наверняка, но чувствует. Чувствует, что вы хотите отношений. Вот. И, соответственно, он этим манипулирует. Потому что, если я понимаю, чего ты хочешь, ну, если я понимаю, если я, допустим, знаю, чего ты хочешь, я могу, как бы, при наличии у меня каких-то проблем уже моих и противоречий каких-то моих. Вот. Я могу, ну, как-то этим манипулировать. Вот. Чтобы получить то, что мне нужно. Вот и все. А здесь ситуация такова, что человек видит, что вы, ну, как бы, вот, готовы, вот, в какой-то степени, идти на уступки ради того. Чтобы быть в отношениях с ним. Потому что вам нужны эти самые отношения. Как раз таки. Вот. То есть вам бы здесь определиться, что вам в отношениях-то нужно. Потому что я хочу дорогих отношений, это в какой-то степени про компенсацию чего-то. Думаю, я и сама виновата в том, что сейчас, так как изначально начала играть по его сценарию, сейчас за ним приказывают ссоры. Почему вы это сделали? Раз. Два. Винить себя. Хочешь, чтобы вы можете сделать, дело не в том, чтобы себя винить, а разобраться в мотивах. Вот. И адекватно их реализовывать. Так, привелось на манипуляции несколько раз. Ну, нужно разбираться, почему. Пока только начало отношений, может, можно до, на корню все как-то искоренить. Ну, какой-то у вас радикальный достаточно подход. Максимальные изменения, возможно, если человек сам начнет работать в бой. Но правда в том, что, скорее всего, если будет проводиться работа, если человек начнет меняться и решит свою проблему, то вы ему будете не нужны. Он, как бы, не будет вас нуждаться. Почему он так себя ведет? А вы думаете, мы читаем мысли? Нет. С моей точки зрения, не важно, почему он так себя ведет. Важно разобраться с тем, как вести себя вам. И важно разобраться с тем, как вы оказались в таких отношениях. Ну, вообще в себе разобраться. После того, как мы миримся, он всегда говорит, я такой, какой я есть, люби такого. То есть вообще человек не чувствует вины. И он прав? Он прав. В том, что не чувствует вины, он прав. В том, что он говорит, я такой, какой я есть, люби такого, тоже прав. Да. Но правда в том, что ваш выбор в том, любить или нет. Точнее, даже не так. Быть ли с ним или нет. Далее. Вы пишите. Отношения нездоровые. Что сейчас делать? Ну, из нездоровых отношений. Отношений, как правило, нужно выходить. Добавить ему его самой везде в ЧС. Это ничего не решит. Просто игнорировать, если объявится, точно ничего не решит. Как себя вести, чтобы не вступить снова в такие отношения с ним. Это запрос на психотерапию, потому что склонность к зависимым отношениям не решается путем чтения советов и путем ответов на вопрос. Решение таких проблем как бы дает именно психотерапия. То есть работа. Вот. То есть взаимодействие с вами. И никак иначе. Никак по-другому. А то, что предлагаете вы, то, что предлагаете вы, это, ну, вот немножечко, немножечко как-то движение Маму и Филап несколько, ну, не в ту, так скажем, сторону, не в ту. Эм, так скажем, степь. Вот. Не в том, так скажем, направлении. Вот. Вот. Поэтому я бы как-то вот хотел бы, наверное, особенный этот аспект для вас, ну, подчеркнуть. Вот. Потому что мне это кажется на самом деле важно. Ну и в целом, если вы посмотрите на свой текст, он выглядит таким, знаете, ну, достаточно поверхностным, чтобы. Вот. То есть выглядит он так, как будто вы, ну, вот самые такие вот способы для себя выбираете, которые, ну, вот прям вот на поверхности, как бы, ну, штука здесь, как мне кажется, в том, что если бы эти способы работали бы, то вам не нужен был бы вообще психолог в таком случае. А раз к психологу вы все равно обращаетесь, то значит что-то не работает. И может быть, такого простого способа, по крайней мере, на текущий момент, простого способа решения проблемы нет. Как вам кажется, в данном случае. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы обратили бы свое внимание на данный момент и об этом крепко подумали. И решили для себя, вот, в каком же направлении вы хотите двигаться. Понимаете, да, о чем я говорю? Только, только так можно решить эту проблему. Именно, вот, проблему созависимости. Сам человек, сам человек, самостоятельно человек, из, ну, из, сооритетных отношений. Еще не выходил. Самому это сделать невозможно. Вот. К сожалению. Вот. Как-то так. Такой ответ я бы мог вам дать. Конечно, он может показаться таким, что я пытаюсь вам продавать психотерапию. На самом деле нет. Я не пытаюсь вам ее продавать. Но я пытаюсь сказать о реальном, ну, так скажем, процессе. Или о реальных процессах. Которых, ну, можно сделать или можно делать для того, чтобы, ну, проблематику решить. Вот. А у вас, у вас, как бы, вот, такая позиция, такое движение, что я вот задам побольше вопросов. Получу побольше ответов и буду знать, что делать. Вот. Вот. Но в следующую же секунду, когда вы используете, ну, грубо говоря, когда, когда вы используете вот те средства, которые получили, например, одно, в следующую секунду, вы увидите, что вам требуется еще способы. Еще ответ вам требуется на вопросы. И так будет очень долго. Понимаете? В чем здесь вот как раз сложность, в чем здесь как раз трудность заключается для вас. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что определенные выводы вы постараетесь все-таки сделать. Я очень надеюсь, что в определенные моменты вы для себя постараетесь, как бы, принять на вооружение, да, и отношения с молодым человеком, может быть, пока поставить на паузу, вот, взять себе время, разобраться в себе, вот, разобраться в том, что вообще вот с вами вот происходит. И дальше уже, ну, как-то вот, да, ну, дальше уже двигаться, вот, в том направлении, в котором вы вот хотели бы для себя двигаться. Вот, это было бы честное, это было бы справедливо, вот, для вас, но это было бы, обязательно, полезно для вас. Я буду благодарен вам за обрядную связь. По моему ответу, это позволит вам, ну, начать работу над собой, это позволит вам начать, вот, собственно говоря, ну, движение, вот, в сторону... Ну, некоторых, вот, изменений, так скажем. Вот, если вы заинтересованы в этом. Конечно же. Конечно же. Если вы этого хотите. Конечно же. Вот. Вот. Я надеюсь, что вы сделаете, ну, достаточно вот такие корректные выводы из того, что я сказал. Вот. 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 Надеюсь, что ничем вас не задел и не обидел, вот, мне хотелось, ну, максимально, вот, дать вам информацию, вот, мне хотелось. По максимуму раскрыть тему, потому что тема на самом деле довольно серьезная. Вот. Удачи вам всего самого доброго. Обращайтесь, собственно говоря, за помощью. Будем рады вам помочь. Всего самого доброго. Будем на связи, не задерживаться. Удачи. Удачи. Удачи.